приветствую вас на канале покоритель бездорожья предлагаю вместе со мной ознакомиться с картой зеркальное озеро от разработчика rockrana gaming как видите на старте у нас в наличии шевроле полный бак но однозначно должен сказать что путешествовать в таком виде смысла нет поскольку у нас в наличии уже есть открытый гараж рядом заправочка как видите и чуть левее магазин прицепов то есть мы себе можем позволить сразу же многое поэтому я предлагаю переместиться все-таки в гараж подумать на каком автомобиле мы поедем ну и для разведки упростить себе техническую часть поставить мобильный радар давайте взглянем сразу на карту как видите пока что мы ничего не видим все темное но уже можно предположить что есть основная дорога причем внешне по моему мосты целые ну естественно река неужели само зеркальное озеро вот такое маленькое хотя тут слева вот тоже есть уже большое озеро ну и конечно горы причем серьезной высоты вот даже в 3d в черно-белом варианте мы уже можем представить что это какие-то пики горные ну и давайте наверное все таки не будем торопиться а переместимся в гараж я посмотрю какую все таки эту машину брать или выбрать что-нибудь поинтереснее и тогда продолжим наше путешествие я выбрал вот такой интересный автомобильчик грисволд поскольку мы находимся в северной америке ну и почему бы нам не осуществить знакомство с картой как раз на американском необычно выглядящем автомобильчики причем в наличии у нас видите есть багажник вещички я уже все собрал там и чемоданчики все упаковано готов к вылазке короче давайте посмотрим что у меня тут топливо 420 литров ну и в принципе есть еще в багажнике в багажнике 250 литров так что я думаю нам хватит ну и мы пока никуда не отъехали не отходя как говорится далеко от кассы а вот извините это что у меня тут на проволоке там прицеплена это чтобы меня все слышали я буду тащить вот эту металлическую какую-то не сказать даже похоже на подковку но нет конечно какая-то металлическая деталь на проволоке нет же звук какой будет ну и опять же одного колпака почему-то не хватает ну правда старенькая машинка тут уже не приходится особенно придираться запчастей не найдешь поэтому ну как есть да так я хотел все-таки на месте нам далеко не отходить чтобы включить сразу радар все он отработал видите уже там мы какое-то задание обнаружили причем рядом и вправо нам уже смысла ехать нет так что едем по основной дороге и подсвечиваем карту в моем понимании она не такая уж большая но опять же относительно тут же сколько вот есть второстепенных таких извилистых дорог ладно давайте заводим движочек подъедем заправимся все таки мы потратили топлива так компенсируем ну и все раннее утро поехали солнце встало приятно светит да за мной этот элемент для снятия статического напряжения что ли ну тогда обычно то применяют резиновые какие-то ремни а здесь что это металлическая какая-то на проволоке деталь и причем не всегда она касается дороги посмотрим что ли что здесь давайте уж пока далеко не уехали что это тут такое за площадочка туалета общественно это конечно хорошо но для чего она предназначена пикники но я не знаю о вот ничего себе тут смотрите какая дорога есть ну-ка рванем по ней вот это даже интересно вот это подъемчики да тут конечно нужно серьезно автомобиль готовить чтобы такие крутые подъемы форсировать ну поднялись а насчет второго подъема я даже не знаю я не рассчитывал на такие серьезные препятствия ну заезжаем конечно но откровенно с трудом с трудом теперь я так понимаю что мы будем вниз сваливаться мы даже не будем никуда вниз обратно как заехали так и съезжаем ну-ка посмотрим но это не очень интересно хотя вот здесь есть конечно длинная дорога она ведет через все вот эти горы ну давайте уж раз мы здесь находимся на вершине сверху радаром отработаем посмотрим как у нас тут засветилось да сразу приятно стало на карту посмотреть и заправочка нас ждет впереди ладно тогда скатываемся вниз как заехали так и съезжаем ой-ой-ой аккуратнее вообще-то нужно конечно для путешествий ой видите на тормоза нажал и пошли приключения но правда смотрите как становится на колеса для преодоления подобных круч конечно нужно брать уже скаут покороче этот такой длиннобазовый сами видите длинный автомобиль ну ладно это же первичное ознакомление я думаю что он тоже справится зато двигатель звучит так серьезно прокачан что ли движок да тут все нормально мосты шикарные асфальтовые покрытия вот они кстати и горы так не разгоняемся тут опять площадка но это площадка обозрения да то есть можно на автомобильчике заехать и посмотреть отсюда ну и мы также можем посмотреть да ну видите скалистые участки между ними река да тут конечно серьезная природа такая в качестве преодоления тут нужно хорошо подготовленные автомобиля использовать по центральной дороге понятно что проскочить можно из одного конца карты в другой но вообще в горы забираться нужно готовить специально автомобильчик ну пока что мы едем так здесь никуда не заедешь пока что но основная дорога нас ведет и тишина между прочим не птиц я не слышу так вот тут заправочка нужно воспользоваться а заодно может быть посмотреть на карте где мы находимся да здесь нужно включить нам радар давайте все равно мы на заправке и под заправимся потом так включаем и смотрим на карту все преображается на глазах но вот сюда вот придется где-то заезжать с моста наверное вот в эту левую часть до нее мы уже никак не добираемся ну сейчас проедем до конца конечно здесь тоже все засветим а так в принципе понятно что горные круче и такие вот петляющие узкие дороги так давайте заправим сам наш грисволд всего пять литров я сжегу очень экономичный движок а звучит то серьезно основная дорога конечно приятная прокатиться из одного угла карты в другой займет не так много времени а потом выбирай себе приключения какие хочешь вот здесь ну здесь надо уже да на каких-то специальных джипчиков может быть пойдут и джип тойота я думаю должна хорошо справляться с подобными скальными дорогами ну пока пока выполняем основную работу ух ты ничего себе не успел свернуть не послушалась колесо в повороте так 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 разворачиваемся ну ничего таких особых повреждений то нет да ну немножечко колесиком приложился ну дорога хороша солнце светит на небе не облачко и все вот мы на другом конце карты приехали приехали развернуться на таком длинном автомобиле это не так просто да видите прикладываешься ну ладно так давайте еще разочек подсветим из этого угла включаем радар смотрим на карту так все мы высветили ну и давайте еще раз взглянем на нашу карту в принципе она у нас в основном открыта здесь тоже все понятно горные кручи которые нужно штурмовать но что интересно у нас в состязаниях появляется вот такой вот элемент состязания где нужно посетить все эти точки по всей карте раскиданы но тут конечно помимо того что есть заправки я думаю с собой нужно брать однозначно топливо и ремонтные детали потому что дороги сложные давайте из интереса вот возьмем подъедем скажем к этой вот точке здесь прокатимся а потом посмотрим по всем точкам я конечно не буду кататься и оставлю эту возможность желающим испытать на этой карте все прелести состязания но чтобы иметь общее представление мы небольшой участочек с вами сейчас вместе и проделаем автомобиль то не очень подготовлен откровенно говоря нужно правильно будет выбрать вам внедорожник чтобы он преодолевал вот такие вот каменные ступени рекомендую какую-то активную подвесочку иметь на внедорожнике чтобы вот на таких участках как у меня сейчас можно было автомобиль приподнять но и почему я говорю про ремонтные детали видите мы же получаем урончик понемногу понемногу но получаем так давайте за что-нибудь зацепимся то мы так не развернемся да длинный конечно автомобиль ему сложновато ой ну ладно это мелочи на то у нас и лебедка да посмотрите какие здесь уклоны автомобиль с трудом удерживает равновесие тут какие-то такие тропинки я бы их сказал вот озерцо маленькое но рыба тут вряд ли водится так ну вот мы до одной точки доехали посмотрим куда нам тут дальше а дальше нас дорога ведёт ну вот на эту точку доехали посмотрим куда нам тут дальше а дальше нас дорога ведёт точку например возьмем ее к примеру и поедем чтобы получить общее представление во первых этот автомобиль конечно достаточно помимо того что длинный он еще и достаточно широкий и не предназначен однозначно для преодоления каких-то горных круч видите мы тут слегка днищем садимся но правда все-таки за счет большого диаметра колес и полного привода он себя вытащил вообще-то непросто ехать видите тут цепь таких но это даже не озера так что-то такие какие-то участки водные видим после дождей образовываются потому что основные это водоемы они на другой части карты да видите еще у нас бампер достаточно низкий и прямоугольный поэтому упирается и передком да тут опять ступени нужно будет преодолевать давайте куда-нибудь подцепимся ни к чему не дает ладно чему-нибудь поближе и вот по таким ступеням нужно карабкаться причем видите с урончиком по-другому не получается так давайте все-таки к чему-нибудь там крепкому что ж тут столько деревьев а подцепиться ни к чему за что-то зацепились так давай 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 да еще одна гряда ступеней каменных так давай без помощи любит сможет заехать как-то я очень сомневаюсь ну-ка ну-ка ну пролезает но с трудом так давай пробрался здесь вообще непонятный такой проезд бочком бочком нужно протискиваться да участки тут будь здоров по сложности упирается видите бампером ладно поможем чуть-чуть ой видите как выдернуть себя не так просто так и еще вот буквально каменные плиты лежат ну нужно конечно какой-то внедорожник более короткий с короткой базой но это я уж не стал пересаживаться да и самому было интересно если мы таком автомобиле бы поехали к примеру чтобы мы тут смогли преодолеть ну как видите преодолевает но с большим-большим трудом и с уроном так опасный участок чтобы нам вниз не скатиться наверное к чему-то нужно подцепиться какому-нибудь дереву да мы там на вершине за что-то зацепились так ну и посмотрим на карте где мы находимся ну все вот мы до второй точки доехали и так далее весь вот этот видите маршрут по всей карте можете кататься принцип понятен так что оценивайте карту зеркальное озеро от разработчика рок-рана гейминг ну для испытания на любимых внедорожниках вполне интересная карта достаточно экстремальная только нужно хорошо подготовить автомобиль и отправляться в путь вы были на канале Покоритель бездорожья я Алексей поддержите видео лайком до новых встреч в следующем году до новых встреч в следующем году в следующем году до новых встреч Продолжение следует...